Ты представляешь, приходит ко мне человек, и тоже сидит редактор один, да, вот, который мы еще раньше, когда комсомольской правде, там статью какую-то большую давали. Ну я ему говорю, хочешь Хохму покажу? Он говорит, ну давай покажи. Я говорю, смотри, я сейчас кого-то позову, говорю, из соседней комнаты, он тоже там чай пьет. Он вообще ничего не в курсе делаю, я тебе сейчас такую вещь покажу, офигеешь. Он говорит, давай. Ну мы же молодые такие, я там вызываю Петя, по-моему, да, Петя. Не, не, Петров, Петров, вот как зовут, забыл парень. Я говорю, вот иди, вот я поспорил с ним пари такое, да, что я покажу такую хохму, что я только руку подниму, и ты свалишься. А тот говорит, как это я свалюсь? И тоже говорит, как это свалится? Я руку так же поднял, и он тут же упал. И этот сидит и на меня смотрит. А он же писал эту статью, интервью у меня брал. И у него ручка, смотрю, вот так вот дрожать начала, ручка дрожать. Я говорю, слушай, да неужели ты таких простых вещей не знаешь? Ты как думаешь, что я на самом деле каким-то биополем на него воздействовал, или телепатия какой-то, или еще что-то? А как я это сделал? Слушай, ну так был потрясен, журналист, но он же вообще-то должен все такие простые вещи знать. Я говорю, ну как я это сделал? Ну, очень просто сделал. Во-первых, этот человек пришел ко мне. Хоть он меня и не знает, первый раз видит. Но он уже пришел, там было написано, это давно было, Центр саморегуляции человека Homo Futurus при Советском Американском фонде культурной инициативы. Ну, давно было. Потом я по телевидению много выступал. Помогал там в Дагестане, когда первая Чеченская война началась. Стресс снимать там помогал и все прочее. Учил их, там называлась у меня программа «Учитесь властвовать собой», как управлять своим состоянием и прочее. Ну, вот значит, я говорю, он-то пришел ко мне, ну, какой-то уже заряженный. Он же не просто так пришел. У него какая-то мотивация была, и пока мы с тобой, он видит, ты журналист у меня сидишь. Он видит, что все это серьезно. Ну, у него идет какой-то определенный подъем эмоциональный внутренний. Какая-то такая предустановочная готовность понимать мои слова серьезные. Ну, да, и когда я тебе сказал, сейчас покажу там что-то вверху, и его позвал, и он уже настроился, что я что-то такое скажу. И пока он шел, я говорю тебе, вот сейчас я только так сделаю, ну, пойдем. Так у нас 30-40% гипнабельных людей, особенно среди молодежи. И вот поскольку они таких вещей не видели, а тут сидит человек, такая вывеска, телевидение, журналист сидит. Понимаешь, вот это все есть обстоятельства, которые создали у него определенный фон внушаемости. И когда он шел, и я говорил эту фразу, что вот я сейчас вот так сделаю, и он рухнет, он это воспринял бессознательно, как команду гипнотическую, потому что он внушаемый. У него мгновенно транс образовался. Я ему вот это когда сделал, и он и упал неожиданно для себя самого. Хотя если бы его в этот момент сидели до этого и спрашивали, ты гипнозу поддаешься, он бы сказал, да ну что, меня там гипнотизировал какой-то кто-то, вот он всех загипнотизировал, а меня не смог, даже из зала вывел, сказал, выйдите из зала, да, потому что я типа там всем мешал и не поддавался. Ну, представляете, сколько у молодых людей в таком возрасте, которые неискушенные, которые не эксперты, которые не разбираются, вот как отличить мух от котлет. Ну вот они мне все время раньше писали всякие записки, читали мои книги, у меня в одной книге «Защита от стресс» еще 96-го года там было написано. Молодым что нужно? Сверхвозможности. Что им нужно? Таинственные явления человеческой психики. Что им нужно? Овладеть телепатией, овладеть телекинезом, овладеть там необыкновенными, невероятными возможностями, суперпамятью и так далее. Вот у меня Санвел Горебян, мой друг, я учил с помощью ключевых приемов еще в Армении, когда я работал, как регулировать свое состояние, выходить в трансовое состояние и так далее. А он меня учил, он сам-то запоминал, две тысячи слов, он там в книжке Гиннеса, да. Ну, я потом тоже в этой книжке был, в книге «Достижение рекордов России», где же он тоже был. Ну, короче говоря, он же меня учил этому, как делать, там определенные алгоритмы есть. Он же не помнит, так сразу вот так запомнит, две тысячи слов. Нет, ему там надо давать их дозированно в определенном ритме, он за это время их ассоциирует по определенным алгоритмам, складывает в уме какие-то кармашки, да. А потом раз одно слово ему скажешь, он весь кармашек и вспоминает. Это же мемотехника специальная, как запоминать. Это очень много таких вещей, которые просто молодой человек, совершенно юный, ничего не знает. И как легко обманывается. Особенно люди появляются, которые говорят, бесконтактный бой. То есть я, говорит, вот так сделаю, и человек рухнет. Так я так и делаю, показываю, пожалуйста, никаких вопросов нет. Значит, надо механизм. Потому что действует еще обстановка. Вот я там видел много таких людей, которые в интернете доказывали, что они обладают такой силой, ударом, что могут не прикасаясь быть человеком. Да, а сама обстановка-то как? Вы обратите внимание, вы на видео, очень внимательно посмотрите, что когда он это делает как-то, или вот как-то, да, вот делает, да, что люди вокруг него, которые падают, обратите внимание, с каким удовольствием и готовностью они это падают. С какой готовностью они падают? Он еще руку только поднял, они уже готовы упасть. Вот на что обратите внимание. На эмоции. Да, ну я вас научу многому. Вы потом будете разбираться во всем этом. Да, ну давайте. Привет, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин